Здравствуйте! В эфире хэштег «Уборка» – программа о достижениях и провалах сферы ЖКХ в Республике Мордовия. Какие коммунальные проблемы за неделю удалось решить, а что еще не соответствует требованиям и вызывает множество жалоб? Узнаем в выпуске. В Саранске продолжаются субботники 22 сентября. В рамках акции «Чистый город» активисты различных общественных движений объединились, чтобы сделать облик столицы Мордовии опрятнее. Акция «Чистый город» посвящена Дню Конституции Мордовии, которую праздновали накануне, 21 сентября. Активисты «Зеленого движения ЭКО», «Молодой гвардии», «Российского движения школьников», «Серебряные волонтеры» и представители различных студенческих отрядов позаботились о городском облике. Объектом уборки стала «Аллея Славы». В ней поучаствовали более 30 человек. Они привели в порядок доску почета и прилегающую территорию. В этом году акция была инициирована Домом печати Республики Мордовия, и активные студенты, активные волонтеры поддержали ее и помогли, так сказать, очистить наш город. В планах у активистов сделать подобные акции традиционными. Предстоит уборка и других объектов города, таких, как, к примеру, памятники. К тому же опыт имеется. Ранее активисты «Молодой гвардюжи» участвовали в очистке памятника Ленину. Температура воздуха снижается, но их не пугает ни дождь и ни ветер. Более сотни студентов Российской правовой академии нашли время в будний день сыграть в уборку. В Саранске прожил необычный субботник. Чистые игры на чистых прудах. Сколько мусора удалось собрать в этот раз, расскажем в сюжете. По этим мусорным следам можно раскрыть экологическое преступление. На берегу пруда на этих пеньках отдыхают. С помощью бумаги разжигают костер. Разбрасывают стеклянные бутылки, упаковки от чипсов. Для людей, которым безразличное экологическое состояние нашей республики, такие посиделки – обычное дело. Но для участников чистых игр каждая собранная пластиковая бутылка – возможность спасти наш край от загрязнения. Чтобы выиграть в чистых играх, недостаточно собирать фантики или бумажки. Нужно искать так называемые артефакты или крупники. Например, вот такая находка может принести команде до 10 баллов. Участники не просто очищают территорию от мусора, но и выполняют игровые задания. Грузинский пруд для уборки был выбран не случайно. Здесь действительно мусора хватит на всех. К тому же он находится рядом с учебным учреждением. А студенты правовой академии – свидетели ежедневных экологических преступлений. Именно они стали инициаторами очередных чистых игр. Без труда набралось 27 команд, а это 270 рабочих рук. Чистые пруды являются одним из, я бы сказала, наиболее популярных мест отдыха наших горожан. Не все, естественно, за собой убирают этот мусор. И мы на такой добровольной основе хотим помочь, как я уже сказала, нашей природе очиститься и зажить, наверное, новой жизнью. Студенческое место, где все нам видно и не совсем приятно смотреть иногда, как там все засоряется. И мы решили убрать своими силами всю ту грязь, которая скопилась вдоль образовательного учреждения. Мусор в головах, а уборка – временная мера, а не решение проблемы. На этом месте субботник проводится уже не в первый раз. Студенты правовой академии каждую осень совместно с активистами экологического движения «Эко» приводят в порядок берега пруда. Но мусор снова вырастает, как грибы после дождика. Если облагораживать места и прикреплять за ними какое-то ответственное лицо, то мусора, скорее всего, станет меньше. И за этим местом будут ухаживать. А так, как показывает практика, леса и какие-то массивы, они все равно с течением времени захламляются, потому что никто за ними не убирает, никто не следит. Старые ковер, телевизор, батарейки – что только не нашли участники игр. За каждый мешок смешанного или раздельного мусора назначаются баллы. Победителей ждут призы от организаторов, а также удовольствие идти на учебу по уютным дорожкам. Ведь чистые пруды теперь стали действительно чистыми. Фотографиями стихийных свалок делятся жители Розаевки. В одном из детских дворов возле восьмой школы нашли скопление пластиковых бутылок. Кто-то пьет на площадке, мусорит, а дети потом играют. Возмущенно подписал эти кадры автор. В комментариях нашелся другой вариант событий. Детям полюбилось собирать песок в бутылке. Они постарались и нашли где-то пару десятков таких пластиковых игрушек. Сами принесли их на детскую площадку поближе к песочнице. «Господа, давно уже порываюсь выложить фото позорного состояния велодрома в центре города», пишет местная жительница. Это место стало постоянным скоплением употребляющих людей, которые вместо того, чтобы убрать за собой тару, разбивают ее в дребезги. Стекло и мусор прямо на пешей зоне. Хочу добавить, что через велодром ходит очень много людей. Часто с детьми, ведь рядом детский сад. Но ни разу за полтора года я не видела здесь ни одного дворника. «Я видела много свалок, но такая гора мусора явно выросла неестественно. Причем рядом стоят контейнеры даже для раздельного сбора отходов. Кто будет убирать эту смешанную кучу?» Спрашивают местные жители на Осипенко 81А. Свалка и возле гаражей на Химаше. Вещи, которые оказались не нужны в хозяйстве, здесь. Мусор на бачке и на земле. Прошу обратить внимание на данный факт засорения. Даже в гаражах убираться необходимо. На улице Ленина возле 62-го дома во дворе ветки лежат уже неделю. И никто их не убирает. Жителям Рузаевки не нравится такой вид из окна. Больше, чем экология, жители города беспокоят лишь о стоянии своих дворов. Кто-то любуется на благоустроенные площадки из окна, кто-то на то, как ремонт остановился. А где-то благоустройства нет и не было долгие годы. На ТЭЦ-2 практически каждый дом заслуживает вмешательства ремонтных бригад. Или вовсе сноса ветхого жилья. Какие проблемы не дают спать жителям Кооперативной 24? Смотрите в нашем сюжете. Старое окно из 60-х. Жильцы шутят, что здесь можно снимать триллеры. Вид, в частности, подходит для фильма «Вий». Общую картину портит новенький, но пыльный счетчик. Правда, его установить так и не успели. У нас второй капитальный ремонт почему-то недоделанный. Во-первых, когда они начали работу, у нас проводился канализацию, меняли и отопительные системы. И когда проводился ремонт, когда они меняли канализацию, они сказали, что они с отоплением вообще дел, оказывается, никогда не имели. И то есть одну трубу они варили, один шов по 10 раз в каждой квартире. И это постоянно все текло. Три года назад специальная комиссия вынесла заключение. Дом подлежит сносу. Радости жильцов не было предела. Ведь кроме коммуникации в плачевном состоянии были полы, радиаторы и проводка. Но решение специалистов почему-то в скором времени изменилось. Теперь только капитальный ремонт в исполнении опытной бригады должен был вновь привести здание в надлежащее состояние. По словам жильцов, рабочие не только не были специалистами в своем деле, но и вели себя крайне нагло. Пришел расписку, требовалось меня расписать. Вот жаль, я расписку сейчас не нашла. Что я снимаю, я вам вкратце, с них ответственность с этой бригады. И беру все на себя. То есть они нам не поставили гильзы в квартирах. И беру всю ответственность на себя в случае. Дом, когда затоплю нижних, например, материальной ответственности. Я буду отвечать это сама за все. Я сказала, что я такую расписку не подпишу. Когда они пришли, они всем хвастались, что они выиграли тендер. То есть мы выиграли тендер, мы вот из дубенок, а из дубенок, по-моему, у нас такая компания очень хорошая, то есть мы мастера на все руки. В ходе работы выяснилось, что в тендере участвовались только они одни. Наблюдая за тем, как рабочие меняют трубы в квартирах, одни ругались, другие молча звали более опытных специалистов. Недостающие элементы покупали сами. Найти управу на недобросовестных рабочих можно было только через администрацию. После жалобы бригада вообще прекратила все работы. Как будут зимовать, жильцы не представляют и просят помощи у чиновников и ЖКХ. Те же проблемы на Горной 23. Обшарпанные стены, плесень и грязь. Сыпется штукатурка, углы покрыты плесенью. Есть, конечно, в этом неопрятном состоянии и вина жильцов общежития. Но невооруженным глазом видно, что условия для жизни просто нечеловеческие. К сожалению, все это на ТЭЦ-2 воспринимается как норма. Здесь же жалуются на отсутствие уличного освещения. Вечера стали темнее, а на забытом коммунальщикам ТЭЦ-2 нет освещения. Не работают фонари, хорошо хоть свет в окнах домов есть. А так бы только на ощупь можно было до дома дойти. Каждый вечер иду, врезаюсь в людей, наступаю на лужи, спотыкаюсь, пишет местный житель. О той же проблеме говорят жители Лямберя и Ордатова. Фонарей на улицах мало, освещены не все дороги. Причем, по их словам, запрограммированы фонари очень странно. Днем светят, а вечером и ночью потухают. Пока отопление не пришло в квартиры, каждый утепляется по-своему. В одном из домов Саранска несколько месяцев просят закрепить и утеплить подъездные окна. Рамы держатся на нескольких гвоздях. И как водит ветер, слышно даже в квартирах. В других домах, чтобы было теплее, жители прибивают реки на оконные рамы. Проспект 60 лет Октября, дом 127. Жильцы пишут, два года назад начали падать плиты в подвале, соединяющие несущие конструкции. За 44 года сварка утратила свои функции. А в июне упала еще одна плита. Бетон лежит на трубах отопления, целостность которых под вопросом. Нет доступа к приборам учета и системе отопления. А скоро холода. Отремонтировать крышу просят жильцы школьной 11 в рабочем поселке Николаевка. В июле, когда был сильный ураган, произошла поломка. Заявка давно подана. Так никто и не приходил, сообщают жильцы. За какой текущий ремонт мы платим регулярно? Кстати, о деньгах. У вас бывало, что вы оплачиваете коммунальные услуги, а квитанции месяц за месяцем приходят за должностью? Жители Юго-Запада об этой проблеме знают не понаслышке. С этой проблемой к нам обратилась жительница Ленинского района Саранска. В причинах такой ситуации. И как же все-таки вернуть свои деньги? Мы разобрались. Молодая мама Ольга Романова привыкла оплачивать коммунальные услуги с помощью онлайн-приложения. Ребенка оставлять не с кем, да и в очередях. В банке можно потерять целый день. Электронная оплата в этом смысле удобна. Занимает всего пару минут. И проблем до недавнего времени у Ольги не возникало. Захожу в ЖКУ Саранск. Здесь уже все проставлено. Я обращала внимание на то, что вот, собственно, услуга квартплата, что мой адрес и сумма платежа. Оказывается, что еще очень важно, вот, собственно, цифры, счет, лицевой счет, которые поменялись, а я, к сожалению, это заметила поздно. ГУК Юго-Западная, которая обслуживала дом на улице Розы Люксенбург, была признана банкротом. Управляющая компания сменилась. Соответственно, изменились и банковские реквизиты. При оплате в приложении их нужно было менять вручную. Из-за незнания и невнимательности три месяца девушка отправляла деньги на старый счет. В марте пришла квитанция с задолженностью. Оплачиваю я, в принципе, регулярно. Никогда такого не было. И, ну, в первый раз как-то еще не продала этому особому значение, поскольку ей заплатила в последний день месяца. Думаю, может, просто платишь, не вовремя прошу. Но в апреле уже пришла квитанция с долгом за два месяца. Когда долг составил почти пять тысяч рублей, Ольга забила тревогу. Обратилась сначала в расчетный центр, потом в сам ГУК Юго-Западный. Написала заявление о переводе средств. Управляющая компания обращение рассматривала более четырех месяцев. А недавно вовсе отказалась решать проблему. В последний раз, когда пошла, мне сказали, что поскольку ГУК Юго-Западный признан банкротом, то никакого перевода средств не будет. Девушка показала вот такую достаточно приличную стопку заявлений, сказала, что вот такая вот ситуация, ничего поделать мы не можем. То есть только обращение было? Ну да, заявление подобных моему. То есть это я не одна такая в нашем городе. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, в первую очередь нужно обратиться в отделение банка и проверить статус операций. Возможно, на этом уровне удастся вернуть отправленные средства. Если операции успешно исполнены, будет выдан чек, то есть платежное поручение, и с этим чеком можно будет обратиться только в организацию получателя. Если сумма по каким-то причинам не была направлена, то есть зависла где-то в системе, либо еще что-то произошло, то тогда, возможно, будет оформить заявление на отмену, то есть на возврат или на корректировку платежа. На счет ГУК юго-западное средства поступили, поэтому Ольга Романова сможет вернуть свои деньги только по судебному решению. Если и вы попали в подобную ситуацию, обращайтесь в суд. С приходом дождей острее встает вопрос убитых дорог. Грунтовые просто превращаются в грязь. Ямы на асфальте скрываются под лужами. Такая картина на Александровском шоссе 22. Водители стараются совершать маневры и объезжать каждую яму. Ведь одна из них может быть настолько глубокой, что путь дальше не продолжится. Чтобы пройти даже по своему двору, некоторым жильцам приходится проявлять смекалку и из подручных материалов строить дорожки. Вернуться на пару десятков лет в прошлое – это посетить двор на Косарево между первым и третьим домом. По словам жильцов, все было построено и благоустроено в год распада Советского Союза. В 1991 году. Вот и осталось все с советских времен. Асфальт с тех пор не ремонтировался ни разу. Маленькие ножки детей застревают между камнями. И трости пожилых людей не всегда справляются с асфальтовыми препятствиями. Очень отвратительный. Потому что машины все время стоят на пешеходной дорожке. Все время. Вот вечером невозможно выйти. И автолюбителям приходится не сладко. Мест на парковке не хватает. Машины ставят на тротуарах. Хотя назвать их ровными дорожками, пригодными для пешеходов, не поворачивается язык. Люди пожилого возраста, чтобы не упасть, предельно осторожны. Вот посмотрите, какой асфальт. Вот посмотрите. Ужас. Везде асфальт около дома есть. А у нас около дома нет асфальта. А некоторые тропинки настолько и жили свое, что жильцы смастерили уличный паркет. В мокрую погоду эти дощечки спасают не одну пару обуви. Но разве так должны жить люди, возмущаются местные жители. Возле соседних домов год за годом благоустраивают территорию. Когда же этот двор будет удостоен награды в виде ровного качественного асфальта с парковкой, где места хватит всем? Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта приглашают всех желающих на обучение в школу общественных инспекторов ОНФ. Цель проекта – привлечение активных граждан к участию в народном контроле. Занятие проходит в режиме видеоконференции с экспертами ОНФ, депутатами Государственной Думы и сотрудниками Росприроднадзора. Вы можете повысить уровень грамотности в сфере экологических правоотношений. А это будет способствовать быстрому выявлению и пресечению экологических правонарушений. По результатам обучения слушатели проекта смогут получить удостоверение общественного экологического инспектора. Если вы не готовы заниматься общественным контролем, но вас волнуют проблемы образования, экологии, благоустройства территории, здравоохранения и другие важные аспекты общества, для вас на сайте Народного фронта появилась красная кнопка, нажав которую вы можете заявить о нарушениях. Активисты отреагируют и постараются добиться правды. Это просто беда. Не попить, не помыться. Фото ржавой воды не перестают атаковать социальные сети. Такой водой пользуются жители Сущинского 7А. В микрорайоне Солнечный, из кранов ржавчина. Вода горячая и холодная, постоянно ржавая. В будни и выходные не можем нормально помыться. И жители улицы Ярославской жалуются, ничего не меняется. Уходишь на работу с такой водой, приходишь то же самое. Третий день нет горячей воды на Коваленко 41. А на перекрестке улиц Косарева и Сущинского на неделе все затопило, но уже все отремонтировано. Сообщение об аварии появилось в социальной сети полдесятого утра в понедельник. Улицы Химаша заливают водой. Как видно на видео, она бьет из-под асфальта и течет к жилым домам, создавая местным жителям определенные сложности. На прорыв быстро отреагировали сотрудники горводоканала. Уже в 10 утра была перекрыта вода и начались ремонтные работы. Как сообщает главный инженер Саранск горводоканала, Виктор Антонов, причин аварии несколько. Это и погодные условия, состояние почвы, гидроудар случился из-за изношенности старых труб. 23 дома было без воды. Это было время в районе 10 часов. От 10 до 16.00. Подвоз воды был обеспечен. У нас 6 машин было на подвозе воды. То есть по точкам. То есть получается четная сторона до 18 дома. Чугунные трубы, они уже давнишние. То есть менять их надо. На полиэтиленную сейчас современную полиэтиленную трубу. Вот меняем 10 полиэтиленную трубу. У нас бывает редкость. Какой-то брак. Так обходимся нормально. Мы даже довольны. И почище вода. А чугунные, естественно, там железа в воде и так много. Еще осадок остается. И получается вот ржавчина тоже. В этот же день после подачи воды песком засыпали. Сделали подготовку на следующий день. Потом вот вчера у нас закончили эту асфальтировку. У природы нет плохой погоды. Эту истину подтверждают и ваши свежие фотографии окрестностей Саранска и районов республики. После дождя будет радуга. А потом и выглянет солнце. Смотрим ваши светлые кадры в нашей постоянной рубрике. до районов республики. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!